Мейн-куны отличаются от других пород не только большим размером и кисточками на ушах, но и интеллектом. Заводчики говорят, что эта порода по сообразительности похожа на лабрадоров и хаски. Эти коты, так же как и собаки, поддаются дрессировке. Легко запоминают команды и выполняют их. Они очень любят своих хозяев, обязательно находятся там рядом с ним. То есть куда хозяин, туда и котенок идет. Если вы решили завести котенка породы Мейн-кун, при покупке обратите внимание на его внешний вид. Глаза не должны слезиться, зубы не должны быть поражены кариесом. Также понаблюдайте за поведением котенка. Если он любознательный, много играет и спокойно идет на руки, то смело берите себе такого друга. Заводчикам не стоит забывать, что, как и любой питомец, котенок нуждается в воспитании и контроле. Естественно, это домашний питомец, и как домашний питомец, он должен знать правила в доме. Поэтому он должен знать, что куда нельзя ходить, например, запрыгивать на стол, есть и еду из тарелок. Ну и, например, цветы. Они очень обожают цветы, поэтому нужно давать команду и обучать, чтобы они не трогали цветы. Отводить специальное место в доме котенку не нужно. Мейн-куны сами выбирают, где им лучше спать и проводить время за игрой. Чаще всего это диваны, кресла и кровати. Но можно позаботиться о специальных кошачьих домиках. Есть специальные лежаночки такие, полочки, есть комплексы специально для них. Они обожают гамаки. Характер у мейн-кунов покладистый. Благодаря своему интеллекту они чувствуют, когда хозяин недоволен. Такой питомец проживется в любой семье, даже где есть дети или другие животные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова